Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Смогилова и сегодня я хочу вам показать свои покупки, свои новинки от бренда Ariflame. Знаете, на мое удивление, у меня до абсолютно недавнего времени вообще не было ни одного продукта от Ariflame. Абсолютно ни одного продукта. И это, честно говоря, удивительно как для меня самой, потому что, в принципе, я как бы бьюти-блогер и стараюсь знакомиться со всеми брендами, которые меня окружают. Во-вторых, Ariflame для меня стоит на одной лестнице, на одной ступеньке вместе с Avon и Faberlic. И он в любом случае должен был попасть в круг моего видения и обзоров. Ну, вот так судьба складывалась, что ни мне не попадались люди, получается, которые занимались Ariflame. И я не видел каких-то, возможно, реклам, после которых мне бы захотелось самой самостоятельно сделать заказ на сайте. Но так получилось, что в связи с переездом моя соседка занимается Ariflame. И за последнее время у меня прям этой продукции намного прибавилось. Я и сама заказы делаю. Не очень большие, честно говоря, потому что запасов пока довольно много. И от Faberlic, и от Avon, и от всевозможных других брендов. Но и, конечно же, она меня балует. Она дарит очень хорошие подарки, потому что были праздники большие. Новый год, и 8 марта, и день рождения у меня было. Поэтому я сейчас хочу с вами поделиться. И решила, так как у меня очень много новинок появилось именно от Ariflame, я решила выделить на это отдельное видео и вам отдельно рассказать и показать, что уже мне подарили и что я сама приобрела от Ariflame. Первое, о чем я начну рассказывать, это вот такой гель для душа. Я его еще, к сожалению, не пробовала, пока не дошли ручки. И это, насколько я понимаю, новогодний серий. Возможно, даже я его уберу и оставлю до следующего Нового года. Срок годности у него должен быть очень-очень хороший. Да, до 2023 года как раз-таки он у меня до Нового года, наверное, доживет. У него, знаете, очень интересная именно цветовая гамма этикетки. Не похожа вроде бы на Новый год, но по картинкам я вижу, что действительно тематика новогодняя. И это Vita Care с витамином Е. Гель для душа, здесь 250 миллилитров. Он очень вкусненько пахнет. У него такой сладенький, немножко даже фруктово-смешанный фруктово-карамельный аромат. Очень приятный. Ну, пока не могу сказать, как данный гель ведет себя в работе, потому что не пробовал. Но уже визуально, конечно же, очень-очень нравится. И, наверное, он у меня останется пока в запасиках до Нового года, до декабря текущего года. Следующий продукт, который я вам покажу, это уже продукт, который был подарен моему ребенку. И это потрясающе по красоте. Вот такой шампунь и гель для душа. Два в одном продукт. Disney The Lion King. Видимо, это целая линеечка идет у Арифлейм на тематику Короля Льва. И вы знаете, что меня здесь поразило? Упаковка, конечно, просто слов нет. Она бесподобная. Она в любом случае зацепит, мне кажется, визуально и ребенка, и родителей ребенка. Меня потряс здесь аромат. Это банан. Да, я не скажу, что аромат абсолютно натуральный. Есть какая-то химозда с ним. Но он настолько вкусный, он настолько потрясающий, просто оторваться невозможно. И когда в первый раз послушала этот аромат, я просто была в шоке. Я ни в Avon, ни в Faberlic не встречала такого вкусного, потрясающего, вкусного, сладкого, фруктового аромата. Слушайте, ну это действительно бомба в плане аромата, поэтому присмотритесь, я думаю, ребенок будет в восторге. Ну и вам он, безусловно, понравится. Также моему ребенку была подарена вот такая паста Optifresh Kids. И паста, насколько я поняла, с клубничкой для возраста 2-6 лет. Ну, как раз там подходит, потому что нам 6 лет. И у нас как раз заканчивается предыдущая зубная паста у ребенка. Я заказывала два вида от Faberlic. И как только закончится, я, конечно же, возьму и воспользуюсь эту пасту. Поэтому она у меня пока закрыта. Я не знаю, насколько она хорошая, насколько качественная. Видите, все запечатано. Но я слышала уже довольно много отзывов именно по зубным пастам от Ariflame, вот этой линейки Optifresh. Я просто уверена, что она будет очень хорошей, что она будет и зубки чистить хорошо, и бактерии все убивать еще, и будет очень-очень вкусная. Ну и в пару к зубной пасте, конечно же, подарили зубную щетку. Та же самая линейка Optifresh Kids. Так, здесь есть какое-то ограничение. Нет, пока не вижу ограничения по возрасту. Но данная зубная щетка на присоске. Очень красивая. Она голубого цвета, так как у меня мальчик, очень замечательно подойдет. Возможно, как раз вместе со сменой пасты я еще ребенку и щетку поменяю, чтобы у нас все было в таком, посмотрите, в таком идеальном комплекте. Очень-очень красиво все это вместе смотрится. Так, идем с вами дальше. Следующий я вам покажу вот такой шампунь. Здесь 200 мл. Линейка называется Элео. Насколько я понимаю, если я правильно произношу, боюсь, я просто шведский точно не знаю, не смогу правильно все назвать, как оно того следует. Но, насколько я прочитала сзади на аннотации, что этот шампунь, он создан на основе масел. То есть, насколько я понимаю, он должен очень хорошо напитывать и увлажнять волосы. Пока его тоже не пробовала, но вообще, честно говоря, мне в последнее время полюбились именно вот такие тубы, шампуни в таких тубах, как-то не знаю. С огромным удовольствием возьму себе в уход за волосами на апрель месяц и потом уже вам в пустых баночках о нем расскажу. Уверена, что в пустых баночках и уже скоро, потому что волосы мои ежедневно и поэтому в плане таких продуктов, как уход за волосами, у меня все это заканчивается очень-очень быстро. Поэтому продукт только попал ко мне в уход на месяц и уже через месяц-два он точно оттуда выходит через пустые баночки. Ну, вот так по-другому пока никак не получается, никак не могу побороться я с жирностью корней и без ежедневного мытья волос я пока обойтись никак-никак не могу. И в пару к предыдущему продукту, к шампуню, мне подарили вот такое масло для волос. Здесь 50 миллилитров и написано, что это масло должно защищать идеально для окрашенных и поврежденных волос, насколько я здесь вижу. Так, давайте посмотрим, что в составе натуральный бардок, не знаю, что за слово, роза и органовое масло, ну и витамины, насколько я вижу. Давайте откроем коробочку и я вам покажу, как выглядит сама бутылочка. Вот маслом я уже, честно говоря, пользовалась, у меня есть уже свое собственное мнение, но мне очень понравилось, действительно, я прям почувствовала, я увидела эту разницу, когда я данное масло наносила и когда не пользовалась им. Во-первых, очень красивая упаковка, конечно же, я эстет, я обожаю красивые баночки, для меня это очень важный момент, и когда бренд выпускает вот такую красоту, то, конечно же, это вдвойне приятно и хочется чаще и чаще брать в руки. Ну и, как я сказала, здесь хорошее сочетание и внешнего вида, и, конечно же, качество данного продукта. Очень мне понравился, но я пробовала пока всего еще пару раз, я думаю, мне надо все-таки его досконально протестировать, чтобы полностью составить свое мнение о нем. Я его тоже возьму на апрель месяц, вместе с шампунем буду использовать, я думаю, как раз-таки в паре, в тандеме, они должны просто потрясающе напитать, вложить мои волосы. Я попробую этот момент, как минимум, отконтролировать для себя и потом поделиться уже этим с вами. Немножко здесь все переставила, потому что вспомнила, что у меня будет один кое-какой большой продукт, который как раз-таки займет всю правую часть экрана. Ну ладно, пока не об этом, я его оставлю на десерт. Идем с вами дальше. Следующее, что я вам покажу, это вот такой дезодорант, называется он, линейка называется ActiVel, OctiBoost, обещает 72 часа защиты. Аромат, ну насколько я знаю, аромат здесь нигде не заявлен. Но вот что хотела сказать, и вы, наверное, сейчас заметили, вот когда я открывала крышечку, здесь кое-что такое упало. Вот это я уже замечаю не в первый раз, что то ли на крышке остается вот лишний продукт, который, в принципе, получается, вытекает лишний, то ли вот на этой части, на самой резьбе, но очень часто бывает, когда я его открываю, причем я пользуюсь ним ежедневно, он у меня не стоит так, чтобы раз в неделю я к нему подошла и что-то там успела засохнуть. Но вот периодически, получается, крышечку открываю, и у меня оттуда вот сейчас просто в маленьком таком объеме выспался, но бывает в довольно большом объеме высыпаются какие-то вот эти сухие продукты от дезодоранта. Вот этот момент меня смущает, он мне немножко не нравится, потому что он всегда пачкает ту поверхность, на которой я его открываю. Ну и, честно говоря, в целом я им активно пользуюсь ежедневно, в целом могу свое мнение сказать, что для меня немножко слабоват, мне хочется все-таки больше защиты, и он на целый день, мне его не хватает. Я пользоваться, конечно, пользуюсь, но пока еще лето не настало, пока сейчас я, может быть, на апрель месяц его также возьму, буду им активно пользоваться, но дальше я уже возьму что-то намного более посильнее, потому что на мне не срабатывает. Поэтому делаю выводы, что, скорее всего, здесь вы должны подбирать уже по тому моменту, да, насколько сильно вы потеете. И если... Я знаю прекрасно, что есть люди, которые вообще минимально потеют, и данный дезодорант на вас замечательно сработает, и вам шикарно просто подойдет. Но тут, кто потеет все-таки немножко больше, наверное, этот дезодорант не стоит того, чтобы его покупать, нужно просмотреть, поискать что-то другое, более сильное. Так, идем с вами дальше. И следующий продукт, который я вам покажу, это крем для рук Joyful Delights, называется, насколько я понимаю, с ароматом лилии. Вот такая интересная упаковочка, здесь 30 мл, хороший формат, я такие форматы люблю, потому что я их ношу с собой в сумочке. Без крема для рук сейчас абсолютно невозможно, постоянно пользуешься антисептиками, и руки очень часто моешь тогда, там, где надо и не надо. И получается, что кожа, честно говоря, вот такого перезбытка внимания к себе, кожа на руках начинает очень быстро сохнуть. Прям действительно на себе заметила, расход кремиков для рук просто вырос в разы. Поэтому безумно рада такому крему, как я уже сказала, они никогда лишним не бывают, это раз. А во-вторых, это очень удобный формат для сумки, всегда с собой, у меня подобный формат, независимо от бренда, но я стараюсь такие кремики тоже в запасе держать. И этот как раз-таки тоже пока у меня полежит в запасе, и в дальнейшем он у меня попадет в мою сумочку. Не сказала, забыла сказать вам про аромат и про качество данного крема. Аромат у него, ну, довольно приятный, чуть-чуть немножко мне более рисковат, чем я привыкла, но аромат приятный. Пахнет действительно то ли лилиями, то ли сиреней, вот какой-то такой аромат от него идет. А в плане качества он мне очень понравился, он очень легкий, у него текстура действительно очень легкая, хорошо распределяется и очень быстро впитывается. А это всегда, между прочим, удобно. Так как бывают такие случаи, когда просто нет возможности ждать 5-10 минут, когда крем полностью питается. Данным кремиком абсолютно довольна и с удовольствием, как только у меня предыдущий, мой текущий, вернее, закончится кремик, который в сумке живет, то он как раз-таки его заменит. Следующий продукт, который я вам покажу, это будет маска, но несмотря на то, что эта маска очень похожа на тканевую маску, нет, это маска для волос, я ее увидела. Вернее, там было несколько вариантов, но я решила пока взять, купить только одну, посмотрю, как она будет работать на моих волосах, так как волосы у меня повреждены и не каждая маска на них срабатывает. И если она действительно хорошо сработает, то закажу и остальные тоже на пробу. Данная маска в объеме идет 30 миллилитров, это маска для окрашенных волос, необходимо нанести на влажные волосы массажными движениями, оставить на 5 минут и затем смыть. Но по консистенции, если я вот так вот ее трогаю, честно говоря, она мне кажется немножко такой, ну, жидковатая для маски, она, наверное, как бальзамчик, как кондиционер, да, хорошо было бы, а вот как маска, мне кажется, все-таки немножко жидковатая. Но в любом случае я ни о чем не говорю, я не делаю преждевременных выводов, понимаю, что даже такая консистенция маски может сработать настолько шикарно и классно, что, ну, в принципе, смотреть даже на консистенцию не буду. Поэтому обязательно в ближайшее же время попробую для того, чтобы успеть заказать остальные масочки для волос. И, кстати, отзыв почему-то я на данной маске ни от кого не слышала, не знаю, как так попадалось, что вообще не знаю, насколько хорошая данная маска. Вот на какие-то продукты, отзывы я слышала, а вот на данную масочку совсем нет. Дальше я вам покажу шикарнейшие мылки. Я их так любя называю, я очень люблю, очень, вернее, в последнее время стала обращать внимание на то, каким мылом мы пользуемся. У нас в обязательном порядке в ванной комнате как жидкое мыло стоит в дозаторе, так и лежит кусковое мыло. И раньше как-то я на это внимание не обращала, покупала какое-то обычное в магазине и, ну, соответственно, просто, просто брала в пользование. Но в последнее время мне очень захотелось каких-то интересных ароматов, интересных текстур, фактур, даже чтобы визуально они были очень интересными, возможно, ручной работой. Вот захотелось как-то, чтобы мыло было не просто обычным мылом, а чтобы оно действительно отцепляло, чтобы хотелось лишний раз его взять в руки, помыть руки. И чтобы глазки радовались, что очень-очень красивое мыло лежит. И как раз-таки первое мыло, которое меня заставило пересмотреть свои взгляды в целом на наличие мыла в ванной комнате, это было мыло от Reflame. Тоже мне досталось в подарок. Оно было с потрясающим ароматом, по-моему, дыня. Настолько он мне понравился. Очень тоже интересная форма была. С удовольствием мы его использовали, причем использовали очень быстро. И вот как раз-таки, используя данное мыло, я подумала о том, что неплохо было бы запастись такими вкусняшками, чтобы они были и визуально очень интересны, мыло, и чтобы пахли очень хорошо. И как раз-таки радовать себя очень оригинальным и интересным мылом. И в честь этого я закупила себе два мыла еще и от Reflame, да, после как раз-таки того мыла, который я попробовала. Так, первое это Festive, не знаю, что это такое, Wonderland. И это сладкое яблоко, Candy Apple. Я его не открывала, оно абсолютно квадратное, данная мылка. Аромат через упаковку я, к сожалению, не чувствую. Какой-то слабенький, такой сладенький ароматик я чувствую. Но открывать пока, честно говоря, не хочу, потому что не знаю, когда возьму в использование, и не хотелось бы, чтобы аромат там, ну, как минимум, чтобы аромат стал меньше. А он все-таки будет выветриться, если упаковку вскрыть. Поэтому оставлю его пока так. И второе мыло, которое я заказала, оно уже такое на новогоднюю тематику. Спайс, цитрус. И оно уже круглой формы идет, да, то есть такое кругленькое. И, насколько я понимаю, оно сделано, судя вот потому, что я сейчас чувствую пальчиками, оно сделано в виде, мы видим, как вот разрез апельсина. Должно быть очень вкусное. Тут, конечно же, апельсинчик по аромату. И он, между прочим, чувствуется даже через упаковку. Но он пряный. Вот слово спайс означает то, что такой остренький, пряный. И, может быть, там что-то с корицей такое будет смешанное. Я его точно оставлю на Новый год. Вот это мыло я тоже, в принципе, в преддверии Нового года брала. Но по аромату, по-моему, там нет вот такого чего-то новогоднего, именно каких-то ноток новогодних. Поэтому это мыло точно на Новый год оставлю. А вот это, скорее всего, возьму в ближайшее пользование. И, скорее всего, все-таки в качестве десерта я преподнесу вам два продукта. И первый продукт это будет вот такая туалетная водичка. Все-таки, наверное, туалетная. Я, к сожалению, выбросила коробку. Называется Friends World. Друзья мира, видимо, как так переводится. Написано «Тропический сорбет». И вы знаете, да, здесь такая смесь. Он не просто зеленый, освежающий. У него действительно какой-то тропический аромат. То есть, есть немножко, может быть, экзотики какой-то добавленной. Именно фруктовые экзотики. Смесь чего-то зеленого, каких-то свежих трав. Плюс такие экзотические нотки. Иногда они даже немножко резки бывают. Из всего этого как раз-таки получился вот такой аромат. Я, конечно, вообще абсолютно не мастер описывать ароматы. И меня просили снять ароматы в моей коллекции. Но я до сих пор оттягиваю это видео. Потому что просто не знаю, не представляю, как правильно это все описывать. Для того, чтобы вам было это интересно слушать. Но вот то, что я сейчас почувствовала, в принципе, я надеюсь, что я вам описала. Это не чистая зелень. В любом случае, это вот зелень с примесью действительно какой-то экзотики. Немножко острой, немножко резкой, немножко яркой. Но аромат очень прикольный. Очень мне понравился. Я его ношу. По стойкости он примерно, ну, около... Не стойкий, честно говоря, на мне. Около, ну, наверное, 2-3 часа максимум. Иногда бывает чуть меньше, иногда бывает чуть больше. Но я его люблю. Он мне действительно очень нравится. Я с огромным удовольствием пользуюсь. Тем более сейчас, когда весна. Когда хочется вот этих зеленых ноток побольше. Пока у нас весна абсолютно не радует. Ночи холодные. Ночи до минус 10. И поэтому вот пытаешься себя и красками такими окружить, и яркими, прям сочными. И, конечно же, ароматом тоже окружить себя абсолютно весенним, либо летним. Так, у меня фокус немножко сбился. Очень красивый у него такой флакончик. На первый взгляд кажется, как будто он абсолютно обычный. Немножко вот просто с закругленными вот такими плавными углами. Но сбоку вы видите, что он тоже очень так вот интересно сделан. И вот эта зеленая как раз таки трубочка, наверное, тоже нам как раз дает понять, что есть нотки свежести в этом аромате. В общем, мне понравился аромат. Очень понравился. Я не буду говорить, что это прям мой аромат. Действительно мой полностью. И буду пользоваться им там вовеки и вечно. Нет, такого нет. Но сейчас зашел он мне очень хорошо. И он мне зимой даже очень понравился. И рука к нему сейчас довольно часто тянется. И я, как уже сказала, с удовольствием им пользуюсь. Ну и последнее, что я вам покажу. Подарили мне это все вот в таком шикарном большом пакете. Он даже в кадр не влезает. Я боюсь его подвинуть немножко назад, чтобы он мне не сбил всю мою композицию, которую я там выстраивала. В общем, все в шикарном пакете. Вот такое коробище внутри. И давайте сейчас эту коробищу открою и покажу, что же там находится. А внутри находится огромный, огромный, посмотрите по толщине, огромный набор линейки No Vage. Насколько я понимаю, это премиум линейка Варифлэм. Она довольно дорогая. Она не бюджетная, это точно. И именно по этой причине я просто уверена, что она очень хорошо работает. Давайте посмотрим повнимательнее. Сейчас я все это распакую и посмотрим, что же внутри в этом наборе находится. Не хочет сниматься. И вот как раз-таки для нее я здесь и берегла вот это местечко. Посмотрите, внутри тоже коробочка довольно так красиво выглядит. Я думаю, что она будет просто обычная. Хотя я, в принципе, открывала, но, видимо, внимания не обратила на это. Так. Как все красиво упаковано. Это просто шикарный подарок. Именно подарок. Готовый подарок, который вы подарите. И он просто, я думаю, потрясет, во-первых, своим составом. Потому что здесь целых пять продуктов. Ну и потрясет, конечно же, своим качеством, своим действием. Так. Ну что, давайте я буду прям по одному продукту доставать. И будем вместе с вами рассматривать. Так. Что у нас первое попадается? Так. Линейка называется Skinner Kiss. Надеюсь, я правильно произнесла. И это у нас сыворотка для идеальной защиты кожи. Вот так. Надеюсь, правильно перевела. По-моему, правильно. В принципе, у меня с английским вроде же таких проблем нет. Так. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Ух ты. Посмотрите. Я вот открывала, когда мне только подарили. Кстати, здесь аннотация находится внутри. Но уже забыла, как это потрясающе выглядит. Это стеклянный флакон. Посмотрите. Это действительно премиум. Это люкс. Ну, блин. Я не знаю. Мне даже слов нет описать. Я очень люблю уже, повторюсь, очень люблю красивые баночки. Люблю, когда весь уход, вся косметика. Она выглядит очень эстетично, красиво. Тогда мне действительно прям приятно брать это в руки. А вот этот продукт точно приятно брать в руки. Потому что он очень классно сделан. Посмотрите, какая баночка. Здесь дозатор. Шикарно. Это сыворотка. Давайте рассматривать дальше. Я под действием, конечно же, ничего вам пока сказать не могу. Буду брать в уход на определенный месяц. И потом с вами уже делиться своим мнением. Так. Идем с вами дальше. И следующее. Это уже дневной крем. Кстати, посмотрите. С SPF 30. Это вообще то, что нужно сейчас. Как раз таки солнышко в апреле начнет выходить. И я начну активно пользоваться данным кремиком. Давайте также посмотрим, как он выглядит внутри. Не сомневаюсь, что не менее потрясно, чем предыдущий продукт. Чем сыворотка. Ну да, конечно. Просто нет слов. Вы просто посмотрите на эту красоту. Боже, как он классно выглядит. Это тоже стекло. Это не пластик. Очень дорого. Очень эстетично. Шикарный вид. Абсолютно шикарный. Очень довольна. Так. Давайте смотрим дальше. Еще один кремик в подобной коробочке. Давайте ее тоже откроем. Ну и сейчас я уже, конечно, все. Я понимаю, что она, вся линейка, просто шикарна по внешнему своему виду. Так. Оп. Закрыла. Вот так выглядит ночной крем. И обращаю ваше внимание, в принципе, это очень удобно, что ночной и дневной крем, они не только подписаны, да, можно по словам узнать, что это ночной, а это дневной крем. Но они и цветом отличаются, вам не нужно будет каждый раз читать, какой крем вы берете, дневной или ночной. Это очень удобно, чуть-чуть изменить именно цвет баночки, для того, чтобы у вас было четкое понимание, какой крем вы берете в руки. Следующий продукт, и это так-так-так, это очищающий гель. Получается здесь практически полностью весь уход для лица, полностью готовый, без того, чтобы вам была какая-то необходимая что-то добавлять. Единственное, что, по-моему, здесь не хватает тоника. Ну, еще, посмотрите, еще один бесподобный продукт, но вот это, по-моему, уже пластик. Да, это пластик, потому что, судя по весу, он должен быть тяжелее, по крайней мере, раза в два, потому что продукт здесь довольно много самого продукта. Здесь, кстати, какой объемчик? 150 миллилитров. Ну, ой, я не знаю, прям такую коробочку, такую бутылочку я бы даже не убирала бы, наверное, в шкафчик, а просто поставила на свою раковину, чтобы она всегда радовала глаз. Настолько все-таки потрясающая линейка, визуально именно потрясающая. Давайте поставим с этой стороны. И последний продукт, который был в данной коробочке, это крем для глаз. Как я уже сказала, единственное, что не хватает тоника, а если бы был еще и тоник, то это был просто полноценный готовый комплекс для ухода за кожей лица. Давайте посмотрим, как выглядит кремик для глаз. Тоже, честно говоря, не помню. Открывать, наверное, открывала, но помнить не помню. Да, не менее красиво. Посмотрите, какой он классный. Все-все очень красиво. Очень, между прочим, сам цвет, цвет вот этой линейки очень красивый. Нежно, наверное, даже цвет между серым и голубым. Очень красивый, такой припылено-голубой. И чуть-чуть не забыла показать вам еще один продукт. Он у меня уже просто с собой в сумке в обязательном порядке носится. И я чуть-чуть действительно прям про него не забыла. Это парфюмчик, здесь 8 мл. И это Eclat. Я не знаю, правильно я произнесла или нет, потому что я где-то вообще слышала Eclat говорили, где-то Eclat. В общем, не знаю, как правильно называется. Честно, не могу сказать. Но название у него вот такое. Я просто по буквам скажу Eclat. И пока буду называть его так, пока я не переучилась. Понравилась мне туалетная водичка визуально. Я хотела, конечно же, ее попробовать, но немножко у меня были опасения по поводу того, насколько аромат мне понравится. И я заказала вот такой объемчик 8 мл. Давайте покажу, как он выглядит. Приходится в очень такой красивой коробочке. И вот так выглядит сам парфюмчик. Вот такой очень-очень красивый. Посмотрите, сколько я уже его использовала. Мне очень понравился аромат. Конечно же, полная версия довольно небюджетная. Буду пока присматриваться. Возможно, ждать каких-то хороших акций, хороших скидок. Но аромат мне понравился. Действительно, зашел. Мне кажется, очень хорошо будет на весну, на лето. На зиму я обычно люблю что-то немножко потяжелее. А он такой прям фруктово-цветочный. И какие-то освежающие нотки тоже в нем чувствую. Я не смотрела по нотам, честно вам могу сказать. Но аромат на текущий сезон, на весну, на лето подойдет просто идеально. Ну что, вот такие у меня были новинки от Ariflame. Здесь, как я уже говорила, здесь и мои покупки, здесь и огромное количество подарков, которые мне подарили. Я безумно этому рада. Еще раз, я безумно этому рада. Я безумно довольна, что теперь у меня данные продукты есть в использовании. Маша, спасибо тебе еще раз большое за эти все подарки. Я с удовольствием буду теперь всем пользоваться. Хотя, опять-таки, вспоминая то, что я вам говорила в самом начале, я понимаю, что 10-13 лет, последние 10-13 лет в моем уходе вообще не было ничего от Ariflame. Я не знала ни продуктов, я не знала качества, я не знала ассортимента. И даже не интересовалась этим. Сейчас за себя, конечно же, за это ругаю, потому что я понимаю, что продукты классные, хорошие, потому что часть из этих продуктов я уже попробовала, и могу свое мнение сказать. А часть я пока еще только в предвкушении того, что я попробую, использую и возьму в полное свое владение. В общем, я безумно довольна, что сейчас у меня это все есть. Постараюсь максимально быстро и максимальное количество, наверное, продуктов все-таки взять в уход в ближайший, на апрель-май, для того, чтобы плотно, прям сразу плотно познакомиться с этим брендом, сделать для себя выводы. И, наверное, ну я просто уверена, что я буду знакомиться с ним дальше. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео, что оно, возможно, вам было полезным, что, возможно, вы захотели тоже что-то приобрести из Ariflame. Я Ariflame не занимаюсь, предлагать себя не буду. Но если, кстати, вы хотите заняться этим брендом, то напишите мне, я вас веду как раз-таки с тем человечком, который дарит мне замечательные подарки и который вас в эту всю систему подключит. Так что пишите, буду ждать. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если так, то не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал. И всем пока-пока!